Всех приветствую на своем канале. Сегодня у нас третья часть про структуру рынка и она будет самая сочная, так как в ней мы разберем точки входа. Для вас сегодня я сделаю наилучшие три точки входа, которые помогут вам в любую погоду на рынке. Погнали! Первый вариант входа в сделку. Необходимо всегда рассматривать все на различных таймфреймах. Возьмем данную ситуацию. У нас здесь с вами имеется higher high. Итак, предыдущий lower high на четырех часах находился у нас в данной области. Мы можем считать, что цена полноценно его обновила. Полноценно его обновила. Значит, данная область у нас является основной зоной поддержки, откуда мы можем с вами рассчитывать на движение вверх спрос, скажем так. Вот и наша основная зона. После чего мы замечаем, что цена вторично обновила наш максимум. Просто цена обновляет его вторично, то есть формирует уже второй higher high. Теперь структура может считаться для нас окончательно подтвержденной, так как для подтверждения восходящей структуры нам необходимо иметь higher high, higher low и еще один higher high. Тогда восходящая структура у нас подтверждается. Но здесь нужно быть максимально аккуратным. Все внимание должно быть приковано к данному higher low. Почему данный higher low требует так много внимания? Так как он у нас отошел не от основной зоны поддержки. Самое главное, чтобы наши основные минимумы, которые обновляют хаи, отходили от поддержек или сопротивления. Если этого не происходит, то данный минимум будет являться ликвидностью. То есть просто на нем собирается ликвидность, после чего вероятность его обновления будет очень высокая. И цена дальше может продолжить восходящий уровень. То есть совершить для нас ложный пробой. И такое происходит довольно-таки часто и на любых таймфреймах. Чем меньше таймфрейм, чем чаще такое у нас происходит. Соответственно здесь сразу для себя помечаем то, что данный higher low является полностью для нас ликвидностью. То есть под ним у нас копятся бабки, которые необходимо снять. Простыми словами. Далее уже перемещаемся ближе в данную область. Если на 4 часах видно плохо, можно уйти на 1 часовой таймфрейм и разобрать ситуацию немного детальнее. Мы видим обновление данного хая, а как всегда это происходит, за хаем всегда у нас копятся стоп-бай. Стоят стоп-ордера на покупку. Затем нужно посмотреть перед данным максимумом, какая шла структура. Полностью для себя распределить данную структуру. Самые важные моменты это последний higher low и последний higher high. У нас имеется с вами здесь higher low часовой субструктуры. Он у нас подтвержден, так как цена полностью взяла от него и обновила свой предыдущий максимум. Каждый higher low подтверждается только в том случае, когда от него идет обновление предыдущего хая. Собственно, можем смело поставить на него галочку и сказать, что данный минимум у нас полностью подтвержден. Затем смотрим, что было с этим хаем. А данный high у нас накапливал ликвидность, то есть он накапливал всю вот здесь в данной области ликвидность до того, как прошить этот максимум. То есть чем больше здесь цена копилась, тем больше участников набиралось в продажу данную область. Либо добавлялись на покупку. То есть те, кто ожидал пробоя, они выставляли для себя стоп-бай ордера на покупку при пробое этого ордера. И они активировались здесь. Те, кто рассматривал шорт, они шортили от этой области и расставляли для себя стоп-лосс ордера на покупку опять-таки за этим хаем. То есть данный график нам полностью говорит о том, что здесь было накоплено большое количество ликвидности, которое послужило причиной пробоя и закрытия этой ликвидности всей. То есть крупный участник просто вышел за уровень и продался. Затем нам необходимо рассмотреть, после данного хая произошла ли смена. Здесь визуально мы полностью видим отчетливую консервативную смену характера. То есть мы полностью обновили наш подтвержденный хайер лу. Теперь нам нужно посмотреть на данный ловер хай. Данный ловер хай теперь тоже будет у нас подтвержденным, так как если подтверждение хайер лу является пробой максимума, то подтверждение ловер хай является пробой минимума. Мы подтвердили наш ловер хай, но нужно понять, не является ли он данной ликвидностью. Берем наш ордер блок основной, то есть оригин зон, откуда мы пошли давать импульс. Видим, что цена полноценно заходила в эту область. После чего необходимо будет для себя расставить зоны, откуда можно будет зайти в сделку. Первой областью будет служить наш брейкер блок. Вот он. Брейкер блок это последний блок, откуда цена у нас обновляла максимум. Брейкер блок, то есть последний блок хайер лоу перед последним хайер хайем. Повторюсь. Данный брейкер блок будет служить для нас сопротивлением при подходе обратно. И также, если здесь у нас образовывается дисбаланс внутри этого брейкер блока. Так, видим, что следующая свечка. Немного пройдем. Вот. Видим, что здесь в этом же диапазоне брейкер блока образовался дисбаланс. Значит, именно целиком вся данная область для нас и будет служить первичной зоной сопротивления, откуда мы можем с вами пойти и уже снимать всю данную ликвидность. То есть, первый набор позиций мы будем рассматривать на лоу таймфреймах в этой зоне. Если эта зона нас проходит и мы ставили с вами не консервативный стоп-лосс, а ставили его за вот эту свечку, то второй набор мы уже делаем от этого блока. Конечно, больше всего рекомендую ставить консервативный стоп-лосс. Скажем, цена будет стремиться либо на полное заполнение, либо на частичное заполнение данной области. Но знаем, что нас должен удержать и брейкер. Предположим, мы зайдем где-то с середины этой области, то стоп всегда ставьте за подтвержденный ловер хай. Если мы работаем на шорт-позицию. Стоп всегда должен стоять за подтвержденным ловер хай. После чего наша первая цель будет как раз-таки съем всей этой ликвидности. Вторичная цель уже будет перекрытие данной области дисбаланса, который также присутствует у нас. И захода в зону интереса крупного участника. Вот это и есть тот момент, который нам нужно учитывать. Первое. Определите для себя основную структуру. Второе. Всегда учитывайте свинг хай на старших таймфреймах. Не работайте только на одном таймфрейме. И давайте всегда корень происхождения каждого минимума или каждого максимума. Чтобы не брать для себя ложный минимум. Скажем, большинство бы выбрало здесь брать как уровень и пытаться от этого уровня отработать. Но, как мы видим по контексту всего графика, понятно, что данный минимум не влечет за собой ничего, кроме как ликвидность, которая должна быть снята. Затем смотрим, какое у нас было обновление. То есть, было ли это обновление намеренным на движение дальше. Или же все-таки это обновление было больше просто на снятие ликвидности. Так как основной, не забывайте, что нужно работать всегда в нескольких таймфреймах. Так как основной свинг ловер хай дня находится у нас на этой отметке. Вот он. И до того, пока мы его не обновили, у нас с вами будет продолжаться внутренняя структура. И приоритет будет все равно двигаться вниз. Вниз. Так как цена всегда будет стараться двигаться в сторону наименьшего сопротивления для себя. Следующий вариант я покажу уже на более маленьком таймфрейме. Так как часто именно на 15 минутах-часе появляется такая ситуация. Но если она появляется и на старшем таймфрейме, она точно так же будет себя хорошо отрабатывать. Просто вероятность увидеть ее на старшем таймфрейме меньше и дольше. Первое, на что нам нужно обратить, какое идет сейчас главное движение. То есть, мы все равно продолжаем двигаться вниз или уже обновили что-либо. Перейдя на часовой график, мы видим, что последний ловер хай часа находился у нас в данной области. Также здесь будет и ловер хай четырех часов подтвердить его как можно большим таймфреймом. Для часа, кстати, он был еще даже и вот здесь. Чуть не пропустил. Здесь у нас был ловер лоу. И здесь был вторичный еще один ловер лоу. И он был как раз таки и последним у нас. То есть, после того, как цена здесь зашла в зону интереса, кстати, эта ситуация произошла сразу же после вот этого всего. То есть, мы перекрыли, сняли ликвидность, коснулись все-таки главной зоны интереса. И от этой зоны интереса мы замечаем то, что цена начинает у нас давать прям сильную на него реакцию. То есть, показывает для нас силу рынка. Мы шли сюда дольше, отсюда отскочили просто несколькими свечами. Здесь у нас сколько с вами? 5-6 баров, когда здесь у нас десятки баров просто тянули нас в эту зону частично. Большой импульс обновляем как и на младших таймфреймах, то есть часе, так и на более старших таймфреймах. Мы даем смену характера. После чего цена, возвращаясь в эту область, начинает давать боковик. То есть, мы получаем с вами рейндж. Рейндж у нас образовался от данной точки до нее. На 15 минутах это видно более подробно. Вот, мы видим, что цена начала боковить у нас внутри этого диапазона. Но рейндж пока не является подтвержденным. Подтвержденный рейндж считается, когда мы получаем с вами 2 девиации сверху, одну сверху и снизу. Девиация это что? Выход за рейндж и возврат к нему. Так как за рейнджом тоже у нас под верхней границей рейнджа копится стоп бай. Под нижней границей рейнджа копится стоп сел. Соответственно, если крупный участник набирается в рейнже сверху, он немного распродает свои позиции. Снизу он закупает свои позиции. Так. Здесь у нас стоп сел. Пока мы видим рейндж, нам всегда необходимо в рейнже учитывать Вайкова. Я обязательно сниму какое-нибудь классное видео про Вайкова. Но сейчас мы говорим именно про точку входа по рейнджу. Мы видим, что произошла девиация. В первую очередь всегда нужно учитывать, была ли она или нет. Мы видим, что была девиация. Девиация сверху. Мы сняли стоп бай ордера. После чего цена уже здесь видно, что на более младшей структуре пошла вниз. Но обновила свой подтвержденный хайр лоу на 15-минутном таймфрейме в этой области. Так. Потерял текст. Вот он. То есть мы обновили наш подтвержденный хайр лоу. И это как раз будет для нас признаком того, что цена стремится к девиации снизу. Первый признак этого. Вот обновление хайр лоу. Откуда оно произошло? Вот с данной области. Как раз в данной области есть еще и дисбаланс. Мы видим его с вами. Работаем внутри. Уходя на более младшие таймфреймы, мы будем видеть всю ситуацию детально. Я просто... У нас нет неограниченного времени на ютубе. Но здесь сразу говорю, нужно брать и 5 минут смотреть, что у нас происходит на 5 минутах. Нужно обязательно брать и смотреть, что у нас происходит на более стажах. Что видится на 4 часах. Подтверждается ли наш этот минимум 4 часами. Или же все-таки он не подтверждается у нас. Поэтому обязательно для себя учитывайте все эти моменты. А, вернулись к нашему ренджу. Здесь мы можем рассматривать для себя точку входа от данной границы, которая дала нам движение вниз. Но зачастую я бы ее не рассматривал. Все-таки я бы ожидал более хорошего подхода и касания к вот этой всей области. Но почему данная точка является для нас интересной? Так как она полностью идет с order flow. Мы не оставляем никаких задолженностей. Вот он был origin zone. Мы коснулись его, пошли вниз. Затем здесь перестали касаться. Обратно задеваем данную область. Но вся эта большая свеча нас всегда удержит. То есть мы находимся по сути в одной и той же области. И от этой же области мы двигаемся вниз. То есть в принципе для такого младшего таймфрейма мы не оставили так много с вами хвостов. Но вероятность, что в этой области будет выбивать довольно-таки высокая. Лучше всего рассматривать ту область, которая оставила за собой немного хвостов. Здесь даже мы оставили чуть ликвидности и обновились дальше вниз. Поэтому все-таки брать лучше данную область и ставить стоп-лосс за девиацию. Данная сделка будет у нас тянуться до нижней границы рейнджа. То есть снятие стоп-сел ликвидности. Если вас срезает по первой, выставляете второе в ведро. Но если цена уже дает девиацию снизу, данная сделка полностью теряет свою актуальность. Помните об этом. Далее ожидаем сделку. Видим, что цена дошла до низа. Конечно, кто не жадный, закроется. Кто жадный, будет ждать. Ожидаем данной области. И здесь тот, кто был нежадным, очень быстро вышел со сделки. Тот, кто чуть жадничал, еще понервничал. Но потом также вышел из сделки. В данной области все происходит зеркально. Мы получаем девиацию снизу. После получения девиации нам всегда необходимо понимать, возвращается ли цена внутри рейнджа. Если она не вернулась внутрь рейнджа, то особо сильно надеяться не стоит. Она может дальше пройти и просто выйти из него. Тем более, когда рейндж не подтвержден. Как только мы получаем с вами вторую девиацию, наш рейндж считается полностью подтвержденным. Цена дает вторую девиацию. И здесь же мы видим, конечно, не самое классическое обновление, но мы видим смену характера. Вот она. Мы видим, что цена обновила свой подтвержденный ловер хай. То есть сильную область она для себя обновила. Также копит большое количество ликвидности внутри даже этой области. Мы видим, что здесь накапливается вся эта ликвидность. И мы еще ее не сняли. Ожидаем подхода. Здесь, если мы уйдем с вами еще на более младший таймфрейм на минуты, мы получим точно такую же картину, только меньше и внутри этой зоны. Необходимо будет, вы можете ждать и отходить обратно от этих областей, но лучше всего будет здесь дождаться также слома небольшой структуры, видеть, что цена оттолкнулась несколько раз от нижней границы, дала нам съем ликвидности и уже от этих областей для себя рассматривать вход. Берем с вами также, можем взять mitigation блок, так как он у нас самый ближайший, это 5 минут, расстояние стопа будет совсем маленьким, то есть 0,58%. Не нужно вот так вот жадно постоянно брать только минимумы и пытаться ювелирно зайти, то есть чтобы там ваш стоп-лосс составлял 0,2%. То, что он вас не заберет, будет очень высока вероятность. То есть да, в некоторых ситуациях получится прям точечно входить, но если это настолько маленький таймфрейм, это не 4 часа и даже, тем более даже не час, да, это, конечно, можно будет брать, заходить от зоны брейкера и брать стоп-лосс, так как соотношение у нас довольно-таки высокое. То есть у нас 2,9% минимум нашей цели и 0,57% нашего стопа. Тут практически 1 к 5, да, 1 к 5 у нас здесь имеется нашего соотношения. Range подтверждается после двух девиаций, после чего, будьте аккуратны, может произойти какой-либо выход из девиации. Следующая девиация будет считаться только при обновлении предыдущей. То есть теперь мы не считаем девиацией выход за Range, мы считаем девиацией выход за вот эту структуру. Соответственно, если вы увидите, что цена опять вышла сюда, не пытайтесь набирать шарты, так как она будет, если совершить девиацию, то даст выше ей. И всегда дождитесь возврата, чтобы цена развернулась обратно, ведь выход из Range рано или поздно всегда произойдет. Перейдем давайте к третьей и последней точке сделки, которая мне больше всего нравится. Третья наша сделка у меня уже разобрана, так как она идет в реальном времени. Что у нас здесь имеется? Мы имеем с вами обновление предыдущего хайер дня. Swing higher low находится в этой области. Он у нас подтвержденный, так как, уже повторюсь очередной раз, мы смогли обновить максимум от него. Тем более он исходит полностью от основных зон интереса, но это не значит, что он не может быть пробит. Просто сейчас сам по себе факт, что цена стремится в данную область, так как мы еще не сняли вот этой всей ликвидности. Когда цена у нас обновляет наш максимум, у нас будет появляться все равно субструктура. Скажем, на Swing структуре мы обновили вот этот хайп, после чего мы видим разворот субструктуры от обновления. Данное обновление было вполне серьезным. Мы ждем, когда у нас произойдет смена характера. И данная смена характера, как я объяснял еще в начале, в первой части, будет субструктурной. Она идет на данный момент на коррекцию от данного хайер лоу до данного свинг хайер хай. Это основное, что сейчас у нас движется. И все равно цель данной коррекции у нас находится вот в этой области. То есть, снять данную ликвидность, затестировать объемы. Это цель нашей коррекции. И как мы видим, наша цель не была достигнута. Именно по этой причине мы и рассматриваем сейчас позицию в шорт с вот этой зоны. Так как, если бы здесь была уже достигнута цель нашей коррекции, и пошел такой сильный импульс, тогда уже я бы сомневался в том, что открывать или не открывать. Возможно, обновление пойдет дальше, так как цена все-таки находится в восходящем движении. И данный хайер хай обновил вот этот свинг лоуэр хай. То есть, мы уже дали свинг хай. Но здесь нам самое главное следить за чем? Следить за субструктурой мы сейчас не открываем глобальную сделку. Мы видим, что цена дает хайер лоу 4 часов. Предыдущий свинг хайер лоу 4 часов находится вот здесь. Это свинг хайер лоу 4 часов, так как он был причиной последнего обновления максимума на своей данной субструктуре. Вот. Обновив его, мы даем смену характера. Но пока что слабую, так как это не ключевой лоу. Нам нужно обновить самый ключевой лоу. Видим, что цена дает лоуэр хай, оставляя за собой опять-таки ликвидность. Всегда следите за тем, где цена оставила ту или иную ликвидность. Здесь мы ее оставили на ура. Мы не зашли в зону интереса. Данный лоуэр хай у нас считается сильным, так как мы задели зону. От него обновили полностью подтвержденный. К нему нет никаких претензий. Но к вот этому лоуэр хайу есть претензии, так как он лишь сформировал для нас пул ликвидности. И не несет за собой ничего, как расходный материал, чтобы его снять. Далее мы обновляем дальше наш лоу. И в этом случае мы уже обновляем как раз-таки свинг лоу 4 часов. То есть основной минимум H4. Обязательно посмотрите первое видео про структуру и поймете, как это работает. Второе тоже вам поможет, если вы еще не смотрели его. Соответственно, здесь мы уже получаем сильную смену характера данных двух субструктур. Цена, что пойдет делать после этого зачастую? После этого она пойдет закрывать свою брешь. То есть тестировать вот эту область. Так как ранее она была не затестирована. И после чего здесь теперь снова стало еще больше ликвидности для нас. И цена все равно с большей вероятностью постарается зайти и забрать вот эту зону. Всегда учитывайте общую ситуацию на рынке, что вам говорит график. Куда все-таки ему легче идти и куда ему интереснее идти, что самое главное. Здесь слепо диапазон большой. Мы закидывали лимитку повыше. То есть взяли прям жадную-жадную. Могли взять на 455, но взяли на 435. То есть пожадничали. Но ничего страшного. Сейчас цена здесь снова формирует рейндж. И будет еще возможность зайти уже консервативно. Я вам рекомендую заходить именно консервативно. Когда цена достигает данных областей и уже движется. И на более младшем таймфрейме начинает здесь разворачиваться. Сейчас у нас здесь стоит хайерлоу 15 минут, который считается для нас сильным. И посмотрим, что произойдет после его обновления. Пока что агрессивно добавляться не буду, так как уже здесь все просчитались на 35 долларов и не добавились. Такое бывает. Сделка всегда даст вам возможность зайти. Главное не спешите. Переходите на наш телеграм-канал, на наш чат. Там много чего интересного творится. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok